В прошлом году в Самарской области отдохнули 1 миллион 710 тысяч человек. Об этом рассказал Артур Абдрашитов, руководитель Департамента туризма Министерства культуры Самарской области на встрече с представителями туристической отрасли региона. Это на 37% больше, чем в доковидном 2019 году. Мы растем из года в год. Благодаря ограничениям, которые возникли в результате распространения новой коронавирусной инфекции, мы, конечно же, получили достаточно большой поток и спрос на отдых внутри своей собственной страны. И вот этим шансом мы вместе с отраслью смогли воспользоваться, быстро, форсированно предложив им комфортный отдых на территории нашего региона. За минувший год туристы потратили в регионе почти 10 миллиардов рублей. Это на 40% больше, чем годом ранее. Прирост произошел в основном за счет того, что увеличилось время пребывания гостей на Самарской земле. Сейчас они приезжают в среднем на пять дней, хотя совсем недавно гостили не дольше двух. Задача работников туристической отрасли сделать так, чтобы приезжие захотели провести здесь неделю. И если раньше акцент был сделан на деловом туризме, то сейчас активно развивается экотуризм. Это не только посещение особо охраняемых территорий, прохождение экотроп, но и отдых за городом в глэмпингах, кемпингах и парк-отелях. В этом году в 63-м регионе проходит целый ряд мероприятий, которые раньше не проводились. Российская студенческая весна, Всероссийский форум «Здравница», на который съехались более 2000 человек из 27 регионов. Это профессионалы санаторно-курортной отрасли. Делается акцент и на семейном отдыхе. Грамотная и правильная политика продвижения региона тоже позволила нам сейчас, после снятия всех ограничений, получить такой результат, который, если честно, мы даже не ожидали. То есть гостиницы у нас, они иногда даже не могут всегда справиться с тем запросом, который поступает. Потому что, как мы знаем, раньше в основном регион работал по принятию именно бизнес-туристов, да, и отели, конечно, готовы, работали на этого потребителя. А сейчас брошен такой вызов профессиональный – перенастроиться, потому что приезжает большой поток именно отдыхающих, семей с детьми, которые требуют дополнительных услуг, полносервисного какого-то обслуживания. И, конечно, справляются именно с этим вызовом. В прошлом году регион провел масштабную рекламную кампанию в наиболее приоритетных регионах, откуда чаще всего в Самарскую область приезжают туристы. Это Москва, Санкт-Петербург, города Приволжского федерального округа, регионы Урала и Сибири. Сейчас в Самару можно напрямую прилететь из 19 городов России по специальным тарифам, которые ниже коммерческого на 50%. Еще одна задача – сделать Самарскую область интересной для молодых. Сейчас средний возраст приезжих – 38 лет, с доходом 64 тысячи рублей в месяц. Нужно создать продукт, интересный для гостей, с более высокими доходами. Виктория Шарая, Максим Гусев, События.